Сегодня для казахстанских школьников звучит последний звонок. Из-за пандемии он проходит в режиме онлайн. Учеников уже поздравил министр образования Асхат Аймагамбетов. В столичном управлении образования отметили, аттестаты выпускникам все же вручат 3 июня с соблюдением необходимых санитарных норм. Ну а по всей стране в этом году школьные стены покинут больше 130 тысяч 11-классников. С 20 июня по 5 июля они пройдут единое национальное тестирование, которые также обещают провести при строгих мерах безопасности. Подробнее о главном экзамене страны, который волнует всех выпускников и родителей, расскажет моя коллега Мольдер Абдуалиева. Она сейчас находится на прямой связи со студией. Мольдер, добрый день. Добрый день, Мадина. ЕНТ в этом году, несмотря на коронавирус, пройдет в традиционном формате. Участие в нем примут более 130 тысяч школьников. Рядом со мной сейчас находится директор национального центра тестирования Дидар Смогулов. Давайте узнаем об алгоритме сдачи ЕНТ в условиях режима карантина. Дидар, добрый день. Я хочу начать все же с другого вопроса. Ранее вы говорили о том, что за сообщение о коррупции в рядах ваших сотрудников вы готовы выплачивать 100 тысяч ценгея со своего кармана. Скажите, пожалуйста, за этот период были выявлены факты коррупции и платили ли вы из своего заработка? Здравствуйте. Спасибо за вопрос. Очень часто звучит от журналистов. Я хочу сначала отметить, что для чего мы это сделали. Мы это сделали для того, чтобы развеять все слухи, которые, к сожалению, сегодня имеют место вокруг ЕНТ. Каждый, кто причастен, может говорить, что кто-то добавляет баллы, кто-то меняет в системе данные. Но это невозможно. Технически невозможно. И мы после проведения ЕНТ всегда открываем все свои исходные коды всех программ и показываем профессиональным специалистам, что мы ничего там не делали. Поэтому мы пошли на такой шаг. Я озвучил, да, действительно, но, к сожалению, за истекший промежуток времени сообщения, которые были, они не подтверждались. Как правило, они основаны на каких-то слухах. Я слышал на свадьбе, как мой друг сказал своей сестре, что так и так было. То есть эти факты не подтвердились, но если будут конкретные факты, мы готовы разбираться с соблюдением, сохранением конфиденциальности, анонимности обратившихся. То есть это, так скажем, акция, она до сих пор действует. И мы в первую очередь заинтересованы, чтобы быть чистыми и очистить свои ряды. А в итоге сколько человек обращались? Ну, было три сообщения в соцсетях, и все они были связаны с рассказами, что слышал где-то как-то, что было так. Но мы сами без этого работаем. Допустим, по итогам одного из прошлых экзаменов мы выявили, что наш сотрудник передал смартфон во время тестирования. Мы выявили это с помощью антикоррупционной службы, с помощью общественных наблюдателей, которые все это видели. И мы этого человека уволили. Но и сейчас мы продолжаем в суде доказывать свою правоту. Ну, конечно, суды мы выиграли, но в целом мы готовы разбираться до конца, до последнего, и публично рассказывать о том, как идет борьба с этим явлением в наших рядах. Хорошо, спасибо. Теперь к вопросу, который волнует родителей, школьников, так же, как и количество набранных баллов на ЕНТ. Как будут обеспечиваться соблюдения карантинных мер во время проведения ЕНТ? Здесь я хотел бы отметить, что безопасность детей для нас – это главный приоритет. И мы ни в коем случае не будем подвергать риску заражения наших тестируемых. Я хочу отметить, что тестирование состоится в сроке с 20 июня по 5 июля, но в связи с карантином будут введены дополнительно ограничительные меры. Какие? В первую очередь это связано с тем, что между тестируемыми за весь процесс прихода на экзамен, сдачи и завершения расстояние будет не менее двух метров. То есть будут специальные ленты, баррикады. В залах тестирования будет расстояние между тестируемыми также не менее двух метров за счет того, что мы сократили количество выпускников, которые будут сдавать экзамен в один день. То есть если раньше в аудитории сидело 150 человек, то теперь таких человек может быть 75 либо 60. То есть количество аудиторий осталось прежним, количество дней осталось прежним, но количество людей, которые будут сдавать в один день и одномоментно, сократилось в два раза. Но ЕНТ будет проходить каждый день. Если в прошлом году мы проводили одно ЕНТ в два дня, вторым днем была апелляция, то сейчас ЕНТ будет каждый день, а апелляция будет идти параллельно в другом здании. А вот как решается вопрос обеспечения школьников масками, антисептиками? Здесь я также хотел бы отметить, что в связи с запретами, действующими в нашей стране, мы просим родителей не приходить на ЕНТ вместе с детьми. Как правило, с каждым школьником есть такая называемая группа поддержки, учителя, родители, которые приходят в пункт тестирования, и получается огромное скопление людей. В этот раз мы просим родителей не приходить, территории будут оцеплены правоохранительными органами, не надо подвергать детей дополнительному риску. Также мы попросим соблюдать масочный режим детей, приходить в масках. На местах уже санитайзеры маски мы дальше уже все обеспечим. То есть здесь также будут дополнительные меры обработки рук, обуви, дезинфицирующие туннели, возможно, где-то в отдельных регионах будут. То есть если ситуация будет развиваться не лучшим образом, мы будем принимать дополнительные меры усиления санитарно-медицинского характера. А вот смотрите, маски, санитайзеры, которыми будут обеспечивать учеников, их будут предоставлять акиматы на местах, то есть локально, чтобы удобнее было закупать, распределять, или же все-таки из Нурсултана. Насколько вот рентабельно отправлять из столицы, допустим, если центр ваш будет закупать? Да, это очень правильный вопрос. К сожалению, сделать технически из центра, это очень сложно, так как у нас 150 пунктов проведения ЕНТ, и даже закупив здесь, потом и направить туда, это очень долго и затратно. Более экономнее было бы сделать это за счет местного бюджета. Мы так и направим такие запросы в местные органы. Скажите, пожалуйста, что еще изменится в этом году, и на что школьникам стоит обратить внимание? Очень важный момент. В этом году мы изменили правила проведения ЕНТ. С января этого года мы об этом говорим. Если ученик придет на экзамен с запрещенным предметом, и мы выявим это на входе в здание, то есть во время запуска через металлоискатель, ученик не будет допущен на экзамен. Любой запрещенный предмет на входе, мы попросим его все оставить до. И если к металлоискателю он подошел с желанием пронести что-то запрещенное, экзамен он в этом году уже сдать не сможет. Также если он использует все-таки смартфон, и мы это не увидим во время экзамена, то до 25 августа текущего года у нас есть право пересмотреть все видео и выявить нарушителей. И на основании этого анализа мы можем как аннулировать результаты, так и лишить гранта. То есть убедительная просьба к ученикам, к родителям приходить на экзамен, опираясь только на свои знания. Никаких запрещенных предметов с собой проносить нельзя. Ну то есть вот борьба со списыванием, кто-то приходит со шпаргалками, со смартфонами, кто-то вообще отправляет вместо себя кого-то. Вот работа в этом направлении еще ведется, она еще не завершена, да? К сожалению, да. На этом ЕНТ борьба со списыванием у нас будет занимать второй приоритет после обеспечения безопасности медико-санитарного характера. Чтобы люди не могли провести за место себя подставное лицо, в этом году мы провели онлайн-идентификацию личности, и каждый ученик, который будет приходить, мы его будем фотографировать на специальное приложение, и приложение будет сравнивать его лицо с лицом в государственной базе данных физических лиц и с его удостоверением личности. То есть с тремя документами, с тремя фотографиями лицо тестируемое будет идентифицироваться. Но это очень быстро, буквально 3 секунды. Но за счет онлайн-идентификации мы исключим возможность подставных лиц. Но отмечу, что 20 тысяч школьников, к сожалению, с сельских местностей, где нет интернета, не смогли зарегистрироваться онлайн, они придут в прежнем бумажном формате. Хорошо. И скажите, пожалуйста, вот люди, которые предлагают свои услуги, сторонние не сотрудники центра, да, сторонние люди, которые предлагают услуги, имеют доступ к серверам тестов, ответы продают. Вот с ними как борьба ведется? Все те, кто предлагают, это 100% мошенники. Потому что ни одна живая душа, ни один человек не знает, какой вариант придет к человеку вплоть до того времени, пока он не напишет тест. Как только он закончит тест, за 20 минут до окончания мы раскрываем четвертую цифру варианта. И только тогда технически возможно узнать, какой вариант у этого человека. И он приходит с центра в регион зашифрованным. Это технически невозможно. К сожалению, мошенники пользуются этим и обещают, допустим, 10 человек, что ты наберешь проходный балл. Ребенок идет на экзамен, набирает его сам, и они говорят, мы тебе помогли. То есть даже ничего не делая, это такая мошенническая схема. Для этого мы работаем постоянно с учениками, говорим, что если у вас поступают такие сомнительные предложения, обращайтесь, мы будем комментировать, правда это или нет. И то, что после каждого шага мы раскрываем все свои системы, открываем все свои коды для IT-сообщества, для проверки, говорит о том, что сделать что-то там нереально. Если кто-то сделает, это обязательно ставит цифровой след. Хорошо. И, Дидар, вот все-таки вернуться еще раз к финансовому вопросу мне бы хотелось. Вот санитарные меры, они требуют увеличения бюджета. То есть тот же закуп антисептиков, масок, установка камеры видеонаблюдения, это все упирается в деньги. Бюджет в этом году будет увеличен? Я думаю, что нет. Почему? Потому что мы немного меняем наши бизнес-процессы, оптимизируем их. К примеру, в прошлом году мы вернули в бюджет около 400 миллионов тенге. В этом году мы планировали идти дальше и экономить еще больше денег для бюджета. И у нас это получается. И если будет принято решение, что закуп все-таки будем делать мы сами, то на это средства есть. То есть те средства, которые были заложены на стандартные ИНТ, их экономия хватит на то, чтобы закупить маски, санитайзеры для всех школьников. Хорошо, Эдидар, напоследок. Я знаю, что вы сами сдавали ИНТ. Дайте, пожалуйста, совет казахстанским школьникам, какой-нибудь лайфхак. Да, я сдавал ИНТ в 2008 году. И хочу дать первый совет родителям. Уважаемые родители, не надо нагнетать обстановку вокруг этого экзамена. Если раньше это был экзамен, содержал в себе элементы выпускного экзамена, от него зависели школьные оценки. Алтым-Бельга зависел от него, а также поступление в ВУЗ, то сегодня это просто экзамен для продолжения своего обучения в высшем учебном заведении. То есть его значение не такое серьезное, как раньше. Поэтому вокруг этого ситуацию нагнетать не надо. И ученикам надо понимать, что это лишь экзамен. Это даже не этап жизни. Это просто экзамен, а один из путей поступления в ВУЗ. Это первое. Второе, самое главное, надеяться только на свои знания. Потому что если человек придет и даст честно, мы обеспечим ему все условия, чтобы он получил грант. А если это было с какими-то элементами недобросовестного поведения, мы увидим шпаргалки, спортфоны, то мы будем бескомпромиссны ко всем и будем удалять результаты. И третье, наверное, лайфхак, как человека, который сдавал, начинать с легких задач. То есть сдавать, отвечать сначала на легкие вопросы, тем самым разгоняя свой мозг. То есть любая машина, когда заводится, она сначала едет на маленьких оборотах. Точно так же мозг должен отвечать на легкие задачи, легкие вопросы. Тем более они у нас и так сконструированы, в самом начале идут. Ответив на легкие, можно перейти на сложные и потом уже хватит времени на все. Хорошо, Дидар, спасибо вам большое за уделенное время. Мадина, а я отмечу, что несмотря на то, что последний звонок на торжественной линейке сегодня не звучал, вручение аттестата выпускникам школ, как отметили в столичном управлении образования, все же состоится. Ну а пока у 11-классников осталось чуть меньше месяца для подготовки к главному экзамену страны. У меня вся информация к этому часу. Мадина, вам слово. Да, и к этой минуте последний звонок в формате онлайн уже прозвенел во всех школах страны. Мы поздравляем всех школьников.